ассаламу алейкум друзья мы на объекте сегодня будем делать перемычку вот на полукруг и вот эту прямую будем делать цельную перемычку перенесу чертежи так уберу этот отсюда этот утиль туда и перенесем чертеж сюда и покажу как я буду делать сгибать арматуры не имея никаких там станков арматургипов ручным простым прапрапрадедовским методом покажу как это делать здесь кстати сегодня было как раз чп еду я на работу меня останавливают и говорят машину отбираем как это отбираете короче здесь же нету штрафов раньше всегда проходил я этот есть у них газель такой штраф проверяющий и они говорят машина как это отбираем говорю они говорят 4200 рублей есть там я говорю сама машина стоит 4200 короче там разобрались короче отпустили меня на время пока я не разберу ситуацию то есть владелец я не знаю я там по не по списку где-то сотый владелец например на я знаю то владелец поэтому придется теперь прятаться от газели смотрим что и как я делаю когда хочу согнуть арматуру на полукруг видите леска у меня вот в углу видите леска и она идет вон в плоскость с той стеной видите вот и что я делаю сейчас не знаю заметно на камеру сейчас я на так сберет фиксацию у меня камера берет видите вот этот крючочек он ровно по центру длина от от края до края по плоскости у нас 420 и вот по центру 210 я навесил крючок отмерил с центра на полу кругу у меня получается один метр теперь я пойду начерчу полукруг внизу и покажу вам как я это делаю без всяких приспособлений примерно 67 лет и стали так не имея там арматур гиба никаких как этих станков для арматур гиба вот как мы делаем древнегреческий метод так все дальше у меня заказан микрофон так что у нас скоро будет нормальный звук довезай так потому что у нас не будет к allocому а м не все и видите круг я перенес у меня ситуация какая была там какие-то проблемы были со звуком леску тогда я убрал поэтому заново снимать не стал и добавил просто звук здесь у меня идет 424 20 до вон той точки арматуры из круг который у меня там был наверху уже с внутренней стороны я вот как видите сделал 420 от центра у меня было метр расстояние до метр после плоскости когда я поймал плоскость до центра было метр что я сделал этот же круг начертил вот здесь на улице на ровной площади то есть если это 420 мы должны 424 20 вычитать метр который идет у нас вот это это нестандартный круг как если мы отнимаем метр то у нас получается 320 метр здесь отмерил видите вот этот узелок он сделал на расстоянии метр он ставится здесь плоскость ровно вот этот узел дальше бывает метр ставится сюда а 320 идет на центр вот сюда и таким образом у меня чертится вот этот такой нестандартный полукруг дальше что я делаю видите полукруг который у меня идет наружные нахлёсты по 25 это тоже мне надо было рассчитать то есть если там наружный нахлёст идет 25 то он примерно должен вот сюда перейти видите у меня черточка она плохо видно вот сейчас что я делаю ставлю арматуру по этой черточки вот она ровно на черточке смотрю чуток неровности уже выравниваю если я много согнул выгибаю обратно чуток здесь все нормально чуток не нужно все это чуток надо погибать вон ту концовку и у меня будет все одну арматуру я так сделал положил наверх и она отлично там села на свое место вот таким методом все делается вот таким образом мы завязали каркас вяжем вот такой проволочкой так как не нашли вязальный а плюс для этого каркаса так как он полукруглый это только укрепить прочность он завязали последний и вот так у нас каркас получился полукруглым сейчас поднимем посмотрим что за ерунда получилось смотрите как прекрасно у меня каркас сюда поместился просто идеально в принципе и должно было быть идеально потому что этот круг был начерчен уже внизу принципе деваться некуда было от круга видите туда сюда можно передвинуть когда поставим опалубки в принципе его же не надо никуда двигать вот видите все как четко на своем месте в этой стороне у меня нету никаких приспособлений для арматургии бы ничего все сделано ручным методом вот здесь видите вот эти углы то есть их возьму какую-нибудь трубу надену сюда трубу и углы вот вы выпрямлю он туда согнул углы чтобы соединить отсюда у идущий прямой каркас чтобы соединить и вместе друг с другом вот так вот отсюда буду сгибать вон туда было бы хорошо если бы я сделал внизу там было бы удобнее но забыл и поднял сюда ничего здесь тоже согну хотя будет сложно здесь доложим что в кирпича два ряда и угол подгоним сюда положим прямой каркас здесь я делал меня опять с проводами с проволоками немного забыл два ряда вот эти получаются высоко эти уже останутся внизу два ряда то есть что нибудь придумаю как-нибудь выключусь отсюда здесь тоже есть один момент смотрите здесь на полукруг нужно было проволок проволоки вязать выкладывать здесь тоже есть один момент вот эти проволоки видите их нужно было чуток поближе вот сюда понимаете потому что это полукруг расстояние у меня был один случай когда мы делали опалуку на полукруг то есть эта сторона может как бы сюда плотно не прилегать если не будет прилегать то что-нибудь я придумаю видите с этой стороны вот вот например вот здесь проволочка вот здесь вот здесь расстояние чуток большие нужно было по 25-30 сантиметров максимум 25 сантиметров было бы идеально потому что полукруг получился бы четкий но в любом случае мне тоже придется его сделать нормальным дальше покажу результат сейчас выложу вот это сюда каркас положу и покажу вам как у меня будет идти опалубка на полукруг вот эти края вот чуток видите чуток здесь придется отточить проверить все а так в принципе все нормально смотрим как монтируем полукруглую опалубку у нас фанера четверка 4 миллиметровая с 3 миллиметра нужно обязательно вставлять шаблоны обязательно и часто вставлять потому что изгиб может пойти неровно здесь как я вам говорил можно сказать дядя под расстояние побольше оставил надо было еще поближе как доставлять проволочка здесь сколько это наверное это полтора миллиметровая проволочка делаю здесь вот шурупом можно чуток и таким образом монтирую опалубку так шаблон поднимаю вот сюда если сюда было бы хорошо но если я туда положу то я не смогу крутить видите как круг быстренько шатается туда-сюда то есть приходится шаблон побольше видео короче вот вся проблема и буду смотрите ошибка в чем я вот так натянул проволоку пока здесь нужно было оставлять по свободнее видите когда я на прокрутку и и вот так стену тону как бы потянет за собой не прокатит джиммале езды вот в чем небольшие изгибы это конечно ерунда так как здесь будет штукатурка но она много потянет поэтому еще ослабляем так что учитесь на моих ошибках все равно даже стягивает но пару кругов сделаю штукатурка закроет штукатурки буду брать за собой железная зубь шаблонисе царинду алинутилов штукатуре вашим чуток уровень как бы сверху позинотворишь пол сантиметра наверное аллахаря еще надо стянуть вот почему этот полукруг всегда вот так при драматичен так здесь плотно возина оставим чуток бетона погрешность есть уже так с этой стены потянуть еще встанет парагена его хорошо шурупами потянет Такс. Вместе. Вместе. Такс. Патинок. Вместе. 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 Много патинок. Шаблончик. Итапончик. Выжженый шаблон есть, не тев fullest вопрос. Скажется использовать. Вместе. Вместе с этим проблем 30 dead to age must start достаточно сложно. Я думаю, что так уже хорошо. Сюда закрутим двойщик. Сюда холзу висит в царь. Холзу в очередь здесь. Крутим еще сюда один крючок. О, я думаю, небольшие с гидроками есть. Но это ерунда. Так, показываю вам. За долгие годы делаю впервые и прямо сразу же показываю. С шаблонами. Шаблоны у тебя очень есть. Так, есть еще шаблоны. Так, енергайзер. Это мохито. Я энергетику не пью. Так, берем шаблоны. Раз сюда. И еще один сюда. Пока что. Допустим. Хорошо. Так. Так. Работа. Тон, ЧПЭ, сегодня было ЧПЭ, было ЧПЭ, люди, Умар устроил на 4200, что он сделал, я не знаю, конечно, придется мне поискать этого Умара, да, спрячется он теперь конкретно, что он сделал, я бы тоже поставил тебе за 4200 рублей, понимаешь? Столько дизлайков можно туда налепить, целую кучу. Так что, друг мой, Умар, где ты ходишь? Сегодня я тебя поищу, как только пойду домой, поищу тебя, Умарчик. Так, Тон, вот так все отлично как думаешь идея у тебя есть что-то у тебя голова начала работать что я удивляюсь он да и цель не могу так что платье звучит снимать и оператору от что мы делаем смотрим почему я все это делаю потому что здесь проволочки расстояние большое видите по 50 сантиметров хороший племянник у дяди до исправляют все за ним расстояние большое где есть вот эта доска снизу опора можно крутить фурупы а где нету доски вот видите как все это у меня влияет так закрутил еще одну сверху закручу что вот здесь видите снизу шурупы а сверху видите чтобы какую-нибудь ерунду кусочек сюда закручу чтобы он не оттягивал назад тогда уже будет опор и она не пойдет назад так буду дальше все это уравнивать так так вот 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 Это тоже я не за себя. Я же должен. Такс. здесь где кирпичи здесь придется и снизу крутить а где доска можно шурупами видите здесь руку нужно было здесь оставлять по 25 сантиметров и не было никаких проблем здесь если бы еще одна была бы проволочки то никаких проблем не было бы по 25 сантиметров идеально потому что это четверка фанера чтобы сделать круг было легко так все сделаю и покажу так смотрим что я делаю когда большие расстояния оставлены видите снизу здесь можно закрутить шуруп вот представляю вот так сначала примерно закручиваю шуруп вот теперь уже на глаз вот пути вытягиваю вот он пойдет идем дальше вот так чтобы он обратно не потянул что за ерунда просто надо шуруп закрутить чтобы обратно не потянул так вот все закрутил видите снизу закрутил шурупы чтобы вот эта доска не оттягивалась назад во время заливки здесь кирпичи здесь не было доски чтобы шурупы прикрутить и здесь тоже видите то есть она не пойдет назад все вот таким методом прошелся везде думаю все сделано добротно и никаких проблем процессе заливки не должно возникнуть все должно быть нормально если кто-то делает впервые у кого-то есть опыт он не ошибется я говорил дядя чтобы он положил эти проволоки поближе по 25 но он то ли забыл не знаю он со своим характером не попрешь против короче если кто-то делает впервые пусть ложит проволоки на полукруг через каждый кирпич то есть по 25 сантиметров чтобы у вас не возникали такие проблемы лучше уложить проволоку почаще и закрутить чем потом заниматься вот такой ерундой вот видите все везде прошелся везде все закручено проблем думаю нигде не должно возникнуть это ручная заливка отсюда можно показать а можно все получилось четко на отлично немного не удобно неудобно показывать весь круг но все получилось отлично теперь осталось заделать вот эти щели вот на стыках щели заделаю вон тот кусочек опалубка заделаю доделаю и все будем заливать вот бетон залит все у нас обошлось без какого-то чп чп не должно быть единственное почему могло быть чп ну здесь в принципе можно было вот таким методом я обошел проблему из-за того что проволочки вот здесь еще одна должна была быть проволока и сверху и снизу тогда вот этой ерундой мне заниматься не пришлось бы никаких чп нету вот сюда дошел все идет вот единственное одно место вот везде все залито и вот здесь здесь тоже проволочки дядя пропустил вот здесь видите сверху есть а снизу нет и здесь нет и там нет то есть расстояние где то сколько это раз два три четыре пять кирпичей то есть больше метра нету проволок снизу основное давление основная масса бетона идет снизу и он ее вытягивает сюда я вот все это прибил но все равно он вот здесь чуток видите чуток есть погрешность где то больше сантиметра и на нет идет короче на нет почему идет потому что вон там видите на нет почему ушло потом видите вон там проволочка любишь пользоваться топором придется применить навыки топора сюда так дальше что у нас остается на этом объекте здесь сверху просто придется по лицевой части доложить два ряда кирпича здесь остаются перегородки вот вот эта перегородка вон несущие и вот перегородка от ванной комнаты погоды работать пока что не очень позволяет даже сейчас мелкая морозня идет целый день так морозит очень холодно где то два три градуса от нуля до трех градусов у нас холодно и морозня такая практически каждый день поэтому работа идет так как идет все а кстати надеюсь теперь я смогу ускользнуть от этих штрафовиков как от них сбежать не знаю не впервые часто приходилось ускальзывать от них короче найду этого умара если доберусь до дома как-нибудь с ним связь поймаю и скажу ему слушай ты ерунду не твори иди заплати свой штраф так что до новых встреч друзья я